Дарксус 3 Дарксус 3 Во-первых, нам один из ключей дал вот там товарищ возле трона самого большого и один ключик мы, по-моему, где-то нашли по дороге. Один из ключей должен открыть нам путь к темному духу в каком-то самом, не знаю, самом жестком каком-то подземелье под Лотриком. И другой ключ должен открыть нам канализацию в поселении ниже, типа идеи, хорошо? Хорошо. Я хочу, кстати говоря, сразу сказать, что многие не поняли, почему я хожу с мечом в одной руке. И почему я так хочу, в общем-то, не хочу его брать в две руки. Не потому что не умею его брать в две руки, а просто потому что мне нравится. Мне нравится ходить с мечом в одной руке. Я не знаю почему, но мне нравится. Поэтому я хотел, чтобы у меня так и осталось. Но, честно говоря, чтобы использовать вот эту вот перчатку, скажем так, то есть нужно все равно будет брать оружие в две руки. Когда я его беру в две руки, по сути, я могу использовать все его навыки, я знаю, но... Я не знаю, как объяснить, но просто... Вот мне просто нравится использовать оружие в одной руке. Вот, в общем-то, и вся наука. Ничего такого особенного. Хорошо, ладно. Мы еще, кстати говоря, вступили сами в ковенант... В этот самый, в ковенант мародеров. И вот здесь вот есть товарищ, которого я искал. По-моему, вот здесь, да? Нет? Нет? Ммм. По-моему, здесь должен был быть. Получается, пиромант... Помните, мы спасли с вами пиром... А, вот он, да. Мы спасли пироманта, но я, честно говоря, так пробегал здесь, что я его даже не увидел. А, вот ты где. Хочу выразить свою благодарность. За доверие, оказанное ничтожному пироманту, и возможность взглянуть на это величественное пламя. Как и обещал, я поделюсь с тобой знаниями о пиромантии. Ну, сначала, тебе понадобится собственное пламя. Смотри, не обожгись. Отлично. Мы его тоже, кстати говоря, как-то можем укрепить за... За что? За осколки титанита. То есть, чем сильнее у нас будет это пламя пироманта, тем сильнее у нас будет урон от огня, с этим по всему, да? Хорошо, что ты зачем-нибудь скажешь? Чтобы изучать пиромантию, тебе нужно поступить ко мне в обучение. Знаю, знаю, но таков уже мир. Старших надо уважать и все такое. И пиромантия, конечно, не исключение. О, нам потребуется флянд о пиромантии, чтобы изучить более сложные приемы. Пусть нетрадиционные, зато эффективный способ продвинуться вперед. Были бы мы на великой топе, и будь у тебя время, мы могли бы пойти сложным путем. Чтобы изучать пиромантию, тебе нужно поступить ко мне в обучение. Понятно, хорошо, а что ты продаешь? Вещи для пироманта. Ну-ка. Одеяние из тех, что носит пироманты в Великой Тупе, состоит из кожаной короны и звериных костей. В Великой Тупе считало, что украшение с природных предметов защищает от пламени пироманта. То есть, по сути, он мне ничего не продаст, пока мы не поступим к нему в ученики, я так понимаю, да? А, нет, вот, я могу уже что-то изучить. Ну, в принципе, я не знаю, оно стоит недорого. А что оно требует? Оно требует... А, у меня просто душ нет, ну да. Оно, в принципе, требует ничего такого сверхсложного. То есть, получается, что, в принципе, моих характеристик хватает для того, чтобы использовать чуть ли не любую магию, но вот чтобы... Но, чтобы пользоваться ей эффективнее, имеется в виду, чтобы был урон выше и прочее, мне уже нужно будет прокачивать свои личные навыки, да? Хорошо, а меня вот еще что интересует. Здесь наша хранительница огня предлагала нам изучиться от темной метки. Сколько у нас, кстати говоря? Ну-ка. По идее, у меня должно быть штук пять, да? Вот они. А, да-да-да, мы еще нашли вот такой флянд, лондорский священный флянд. Так, флянд лондора, набранный шрифтом Брайля. Впервые о нем упомянула Лилиана из Черной Церкви. На фоне у меня лают собачки. Не обращайте внимания. А дайте его сказители, чтобы изучить чудеса лондора. Запретная книга, поскольку она предлагает спасение опустошенным и проклинает живых. Флянд лондора, набранный шрифтом Брайля. То есть, это флянд для слепых, грубо говоря. То есть, нам нужен кто-то, кто может прочитать его, правильно? Добро пожаловать, Машин-1. Поговорим. Так, хорошо, снять темную метку. Ух, 26 тысяч душ за то, чтобы снять темную метку. По сути, она... По идее, она не могла снять с нас темную метку до тех пор, пока мы не принесли бы ей... О, кстати говоря, надо сходить наверх. Пока мы бы не принесли бы ей душу-хранительнице огня, которая выбралась из бездны. То есть, без этой души она, по сути, ничего бы с нами не смогла бы сделать. Мы продолжали бы становиться полыми. Мне, кстати говоря, очень интересно, что произойдет, когда мы полностью наберем полость. Что конкретно произойдет с нашим героем? Скорее всего, ничего. Он просто будет выглядеть максимально полым, наверное, да и все. Но даже когда вожжен, он все равно полый. Так, нам, на самом деле, во-первых, я хочу опустить вот эту лестничку, потому что она мне, честно говоря, очень сильно мулит. Во-вторых, я хочу оставить сигбрау у... Да, вот здесь. Хочу оставить сигбрау вот у этих птичек. Так, аккуратно. В принципе, терять особо нечего, но умирать все равно неохота. Угу. Все. Хе-хе, теперь меня ничего не будет мулить. Говорят, что если здесь оставить сигбрау, то дадут что-то очень интересное. Ага, ага, да, хорошо, давайте попробуем. Все равно я его пить, скорее всего, не буду. Я его все равно оставлял именно для того, что, может быть, он нам пригодится когда-нибудь. Так, а где он? Вот он. Так, используйте. Вот, оставить. Кажется, действительно подошло, да? И это то, что нам дали. О, доспехи солнца, вау Хо-хо, класс Это доспехи, ээээ, это, господи Ну вы поняли, ну-ка Кольчуга и белый плащ с крупным изображением священного символа солнца Излюбленное деяние одного известного в старые времена рыцаря солнца Он нам, он сам нанес это изображение И оно никогда не обладало особыми силами Ну-ка Да, черт подери, это же оно У меня, правда, резко, мгновенно вылетело его имя Тебе помнил? Оно вылетело мне из головы только что Ну это оно, да Господи, это великолепно На самом деле, говорят, что очень обширный список того, что они могут принимать Но список того, что они не принимают, еще более обширный Как-то так Поэтому я не знаю, что им еще давать Но я не уверен, есть ли в этом смысл То есть дадут ли они мне что-то действительно стующее Так, хорошо, значит, что нам нужно? Нам нужно скопить 26 тысяч душ для того, чтобы избавиться от темных меток По сути, хранительница огня может... Почему она может избавиться от темных меток? Потому что душу хранительницы огня, которую мы дали Она в свое время смогла выбраться из бездны Соответственно, она каким-то образом обладала силой Как раз, чтобы избавлять, видимо, полых от их проклятия, наверное Я не уверен, честно говоря По этому поводу, скорее всего, Лудлетт мог бы нам что-то рассказать Также мне было бы интересно услышать От кого он хотел ее защитить Хранительницу огня свою Хорошо, но, тем не менее, подробности опущены И да, мы можем, кстати говоря, трансп... Что это было, слышали? Это, наверное, наверху Мы ему принесли транспозиционную печь И, по сути, мы можем транспозицировать некоторые души Но я не знаю, хочу ли я это делать сейчас Хочу ли я вообще это делать Может быть, пускай они у меня будут? Пока, месь Вы обратили внимание, что трон вот этого Олдрика Он закрыт, так скажем, покрывалом от его жижи Я вообще не хочу здесь не встречаться, если это водяная тварь Хорошо, на самом деле мы очень сильно залипли И сейчас нам нужно отправиться на стену Лодрика, наверное Я хочу попробовать отправиться в ту темницу, про которую нам говорили Окей, погнали Вот оно Ключ от зала с подъемником Слушайте, это точно тот ключ, который нам дали для того, чтобы отправиться к тому самому темному духу Ну-ка, сейчас Ключ от зала с подъемником Так, платформа, которая опускается в самое глубокое подземелье Лодрика Да, говорят, что там и держится темный дух из страны, поглощенной тьмой Честно говоря, я не совсем понимаю, что за страна, поглощенная тьмой О, господи А, то есть вот так сразу, да? То есть мы отпустились И сразу же к темному духу Я понял, хорошо, допустим Мне не нравится, что у меня нету пепельных эсусов Кстати говоря, я не помню, говорил я вам или нет, но если у нас кончается мана Мы, получается, когда используем навыки катаны Когда у нас кончается мана То Внусливость, кажется, забирается больше просто И все Так, осторожнее темный дух Это, да, как бы очевидно Так, ну, как вы считаете, получится ли его с первого раза завалить? Может помочь притвориться мертвым? Серьезно? Интересно, узнали ли я его? Вот доспехи Если он сейчас повернется и его доспехи будут выглядеть как костяные То мне кажется, что я могу предположить, кто это На самом деле у меня никогда не было этих доспехов Я их никогда в жизни не видел Имеется ввиду у себя У меня их никогда не было Но я видел, как люди в них ходили Ты же будешь меня атаковать, правда? Поэтому ты же не будешь против, если я сделаю это первый Тихо, тихо Ага, ну давай Допустим Честно быть, если я выпью эссас, а? Так, я на самом деле хочу сделать следующее Тихо Нет, 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 нет Я хочу его запарировать Очень хочу И еще Сразу Я просто не успеваю Твою мать У меня идеи фикс насчет парирования Я очень хочу научиться их выполнять хорошо, но Не получается Короче, запарил Тихо, тихо, тихо Спокойно, ты же так убить можешь Ладно Нет, я не то нажал Тихо Очень неэффективная катана оказалась против него Засранец Кстати говоря, когда он держит щит, мы можем его Атаковать вот таким образом Татэ посмотри Вот когда он держит щит, мы можем ударить по нему ногой И по идее это должно было его застанеть, что позволило бы нам нанести ему фронт степ Я уже как-то вам говорил про фронт степы, что у меня получалось каким-то образом их делать Тихо Да чтоб ты сыром срал Я тоже могу так делать перчаткой, но честно говоря, я что-то не увидел в этом толку Тихо Ладно, давайте просто его завалим Потому что меня слегка напрягает Ну давай И назад Я уже понял, что он может получить Красное око Да, я уже понял, что он мог со мной сотворить Я бы хотел получить его доспехи Очень клевые Они очень похожи на доспехи По-моему, они были во второй части, если не ошибаюсь А может и в первой Такие, знаете, похожи на Смерть чем-то похоже Там был шлем, который именно черепом был сделан Я не знаю, что это за доспехи такие, честно говоря У меня их никогда не было, я их только видел Так, ну, здесь же не может быть без скрытости Или может? Да, видимо здесь ничего нету А здесь что? Время пришло, темный дух, ты гад Ладно Короче говоря, красное темное око, да? Так оно называется? Нет, просто красное око Пример для игры по сети Да, вторгаетесь в иные миры по своему желанию Красное око пришло из крошечной страны Давно поглощенной тьмой Некоторые предпочитают использовать око иначе Чтобы узнать, как поступите на службу розарии в храме глубин А, чтобы узнать, как поступить на службу розарии в храме глубин Розарии Что у меня с чтением сегодня не очень Слушайте, а может быть речь шла об Аллачили или Аллачили Помните это поселение? Оно как раз было поглощено тьмой, в общем-то Может быть он оттуда? Хорошо, в принципе мы вроде бы здесь открыли все Я не помню, здесь по-моему больше нету закрытых игрей Помимо того, что Может находиться за Эммой, да? Там по идее может опускаться Этот, господи, лестничка И по идее она должна вести куда-то вглубь Лутрика Вроде бы больше здесь ничего не было Я не помню, честно говоря Надо будет еще, наверное, походить, посмотреть Потому что есть такое мнение, что я какую-то дверь здесь упустил Тем не менее, следующее, куда нам нужно будет отправиться Это В этот В канализации, в поселении нежити Хорошо, погнали туда, наверное Да, кстати Пока я не забыл Давайте мы еще, знаете Перед тем, как пойдем в канализацию Я хочу собрать места, которые я пропустил Которые я видел, что Ну, имеется в виду на моменте монтажа Тихо Я видел, что пропустил некоторые места с секретиками Ну, имеется в виду с... Какого черта? Имеется в виду с блестяшками Поэтому давайте-ка мы их Позабираем Это вот одно из мест, которые я вам показывал, по-моему, в предыдущей серии Ух, ты же елки-палки Как ты достал до меня? Убучи Ну давай, рискни Рискни здоровьем И ты пойдешь по стопам своего Братца О, ублюдок Так, хорошо Что здесь такое? Кукри Угу Ну-ка Это, походу, метательное что-то, да? Эм, сейчас Где оно? Угу Эм, небольшое метательное мачете Бросайте его в руков, чтобы вызвать кровотечение Это уникальное оружие Когда-то было популярным среди Картузских мечников Но теперь им пользуются в основном бандиты и воры Я Понял Хорошо Эм, следующее место, которое нам нужно Оно находится В... там, где Эм, сигмайр и тот демон Окей, погнали туда Я думал, что мы сюда уже не вернемся Потому что, по сути, мы это место обошли полностью Но, тем не менее, на моменте Того, как я монтировал серию Я увидел вот это Думаю, что здесь ничего важного Потому что лежит она, да Косточка возвращения Лежит она не очень-то в скрытном месте Но забрать я все-таки это хотел Эм, кстати говоря У меня есть одна теория Насчет того, что здесь могут делать Вот эти строения из Анарлонда Эм, теория Сознает с тем, что, возможно, это место Как минимум находится На станках, может быть, Анарлонда Я не уверен в своих словах, на самом деле, но Мне кажется, что это так То есть, если тут одна империя зарождалась на Останках других То, возможно То, возможно, как раз Этот лотрик Был зарожден на Останках Анарлонда Хотя я не уверен Есть еще одна теория Но она пока что еще очень сырая Основывается на том, что Здесь в мире сейчас Полный Трындец И, соответственно Короче, ладно Пока что не буду ничего говорить По этому поводу Но Теория Небольшая имеется Когда она Будет хоть чем-то у меня Подкреплена Тогда я ее выскажу А пока что Давайте мы, наверное, сходим В Канализацию И, ребят, извините Но с этого момента Мне придется вам Пересказать То, чем я занимался До конца серии Потому что я Я запорол Опять запорол Звуковой файл Видеофайл остался А звуковой Запоролся Извините меня Пожалуйста Я надеюсь, что Ничего страшного Я постараюсь Вам пересказать Максимально подробно И максимально интересно То, что произошло Окей, ладно Погнали Перед тем, как идти Исследовать канализацию Я решил вернуться На место Где мы с вами Сражались С великим Проклятым древом Чтобы посмотреть Что здесь изменилось И, по сути Дырка осталась И место Которое Является Логово мародеров Оно Стало У всех На виду Самое интересное Что Годрика Там Более нету А если бы мы Годрика Не встретили бы Раньше То есть Если бы мы Не пришли бы В логово мародеров То Скорее всего Годрика Мы бы нашли бы Там мертвого И у меня Возникал вопрос Что Было бы Если бы мы Его тоже Нашли мертвыми Он бы дальше Как-то фигурировал Или же нет И встретим ли мы Его теперь Когда знаем Что он еще Может быть жив В канализации Я встретил Уже хорошо Знакомых Нам врагов И еще Кое-кого Огромная Жуткая Крыса Сразу Вспоминается Второй Дорог Соулс Где мы Попадали В гнездо Таких Тварей Поодиночке Крысы Практически Безобидные Но Когда Они Атакуют На стае Тогда Стоит Бояться Конечно Кольцо Кровавого Укуса Одно Из кримских Колец Укуса Повышающая Сопротивляемость Кровотечению Производство Таких Колец Запрещено Возможно Из-за Страха Перед Ковким Камнем Впрочем Клерики Регулярно Практикуются В их Ковке Пройдя Дальше По канализации И использовав Могильный Ключ Который Мы Купили У служанки В храме Огня Мы Натыкаемся На статую Богини Велки Богиня Велка Описана Как Черноволосая Ведьма И богиня Греха Как Богиня Греха Определяла Степень Тяжести Преступления И каждый Желающий За плату Мог Покаяться В данном Случае За Определенную Плату Мы Можем Либо Попросить Отпущение Грехов Либо Попросить Очищение Очищение Снимет Симптомы Опустошения Но Не Вылечит Полностью Сразу После Первой Смерти Опустошение Вновь Начнет Накапливаться Ранее Мы Приобрели Священный Фолиант Лондора Для Слепых У Юрии Который Обучит Нас Темным Чудесам Если Мы Найдем Того Кто Сможет Его Прочесть И Такой Человек Есть Кто Там Кто Есть Кто Нибудь Прошу Мне Все равно Кто Ты Коснись Меня Эта Темнота Повсюду Она Пожирает Мою Плоть Да Я Чувствую Так Близко Да Значит Я Все-таки Еще Не Одна Тебе Захотелось Все спасти Не Так Ли Как Оригинально Жалей Тех Кому Нельзя Помочь Арина В конце Концов И Будет Той Кто Прочтет Нам Фолиан Для Слепых И Научит Трем Наговорам Темный Клинок Обет Молчания И Снова Мертвый Закончилось Все Боем С Очередным Северным Стражем Который Преграждал Путь Жертв Рыцарям Давались Глаза Понтифика Но Эти Глаза Превращали Их В яростных И даже Буйных Вуинов Способных Лишь Бездумно Нести Службу Рыцаря Прошлым Защищавшие Иритил Холодной Долины Ныне Под предлогом Защиты Дальних Земель Они Фактически Отправлялись Вечные Изгнания Обращенные В диких Зверей Силы Колец Выданных Им На прощание Понтификом Салливаном Салливаном Рыцарей Северной Долины Преследуемый Взглядом Черных Глаз Понтифика Салливана Этот Рыцарь Использовал Иритильский Меч Такие Мечи Жаловались Рыцарем Легионером Холодной Долины И на этом В общем-то Все Я надеюсь Что вы на меня Не сильно Сердитесь За то Что получилось На самом деле Сделать так Я не был Готов К такому Вот К такому Решению Очень спонтанно Все получилось И Серьезно Я когда увидел Что Звуковой файл Не записался Я себе чуть лицов И спалмом Не пробил Мне было Так обидно Ну В общем Самое основное Что произошло В этой серии Я вам передал За исключением Конечно Таких нюансов Что я вот Например Решил Все таки Носить В левой руке Некоторые вещи И переключаться При необходимости В двух Двуручный режим Ну В общем Это уже Все Такое Ладно На этом В общем-то Все Я надеюсь Что вы на меня Не сердитесь Не сердитесь Ладно Все Всем пока Удачи Субтитры Субтитры